Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Светлана Таурта и Академия практической парапсихологии «Аротрон». Я хочу рассказать вам про наш мастер-класс, который пройдет с 6 по 12 октября в Праге. Тема мастер-класса – это алхимия, магия переходов и магия гекаты. Это уже наш пятый мастер-класс в Праге. Почему это одно из наших излюбленных мест? Дело в том, что Прага относится к уникальным городам Европы. Она построена полностью в соответствии с зодиакальным кругом и представляет из себя фантастическое место силы. Кроме того, в Праге жили и творили многие известные алхимики, маги, астрологи. То есть, собственно говоря, Прага – это такой центр эзотерической и магической мысли и силы. И, конечно же, на мастер-класс хочется поехать вместо силы именно в то место, которое будет питать нас энергией во время работы. Несколько тем мастер-класса. Первая тема – это алхимия. И на этом мастер-классе в первую очередь мы будем заниматься алхимией энергетической. Если до этого были мастер-классы, посвященные алхимическому символизму, способам работы с энергией предметов и трансформации их в какие-то иные качества, то сейчас основная задача этой части мастер-класса – это алхимия энергии. Дело в том, что каждый из нас обладает каким-то своим определенным энергетическим полем, качеством, которые нам даны от природы. Мы их меняем, мы их изменяем, мы развиваем их в течение жизни, но при этом на самом деле мы в любом случае ограничены некой природной данностью. И, конечно же, нам хочется расширять свои горизонты, нам хочется расширять возможности. Так вот, энергетическая алхимия – это как раз тот способ, та методика, которая позволяет вам расширять ваши природные границы и вашу природную, назовем это, заданность. Дело в том, что энергия очень тонкая и на самом деле изменяемая структура и материя. И поэтому алхимики в течение многих столетий средневековья все сталкивались с этой проблемой, не только мы с вами сейчас. С помощью алхимических методов вы можете, используя тот ресурс, который я вам дан, менять его качество, менять его плотность, менять его волну. И, соответственно, если вы, например, у своей природной данности, у вас слабые нижние энергетические центры, соответственно, у вас будет всегда проблема с стабильностью, у вас могут быть проблемы материального свойства. С помощью алхимических методов вы можете видоизменять эту энергию, делать ее более плотной, вы можете делать ее более заземленной. И, соответственно, наоборот, у вас слабые верхние центры, и вам хочется духовно развиваться, вам хочется получать совершенно каких-то других уникальных знаний, вам хочется тоньше чувствовать, видеть и понимать. И таким образом, с помощью алхимических методик вы можете свою энергию прокачивать, делать тоньше, делать светлее и, соответственно, выходить на совершенно другие уровни контакта, на другие уровни, на совершенно другие каналы связи с небесным миром. В общем, эта тема интересна, эта тема про то, как изменить себя, как изменить свое качество энергий, как изменить, соответственно, свои жизненные возможности. Ну и, во-первых, кроме такой практической полезности этого курса, он, конечно, очень интересен, потому что прикосновение к алхимии – это всегда прикосновение к тайне, к очень мистическому пространству. И когда начинается, когда работаешь в этих методах, когда начинается твое преобразование и твое изменение, ты иногда даже сам не видишь, как это происходит, но в какой-то момент ты просыпаешься утром и понимаешь, что ты уже другой, и ты в другой вселенной. И это совершенно необыкновенное чувство. И вторая часть, которой будет посвящен мастер-класс в Праге – это моя любимая работа с зеркалами. Это техники вхождения в зеркальные коридоры, это техники путешествия за зеркальным пространством, это способы работы с зеркальными перекрестками. И особенно интересна эта работа вообще с деформированными зеркалами, потому что зеркала, допустим, вогнутые, выгнутые, чуть-чуть увеличивающие или наоборот вытягивающие. Это все фантастические магические инструменты, которые позволяют менять пространство. И таким образом зеркала являются уникальными инструментами магических операций. Они позволяют изменить пространство вокруг себя, они позволяют присоединяться к иным пространствам. Вообще-то порталы входа в бессознательное и в астральный мир, в котором на самом деле и происходят все магические перемены, которые видны в физическом мире уже позже. Но вся работа и все действия происходят в астральном пространстве. И это пространство зеркал. И больше того, мы будем заниматься магией зеркал. И у нас будут очень интересные экскурсии в несколько замков. И в одном из замков, например, существует фантастический зеркальный зал, который был предназначен для магических действий. И мы с вами попробуем присоединиться к ритуалам древних алхимиков в этом магическом зале. И третья часть мастер-класса – это магия гекаты. Магия гекаты – одно из самых любимых направлений и у моих учеников, и у меня в том числе, потому что на самом деле геката, наверное, единственная из темных богинь или из богинь нижней магии, которая, с одной стороны, позволяет заниматься боевыми техниками, и самые сильные работы в боевой магии – это инвалтирование, это и работа с порчами, с проклятиями, это… Ну, то есть вообще любые, на самом деле, виды ночной магии позволяют… гекаты помогают их совершать, курируют их. И самое интересное ее качество – это то, что, по большому счету, она одна из самых «добрых», «злых» в кавычках, злых богинь, она всегда покровительствует женщинам, которые практикуют ее магию, она всегда является их защитницей, и особая часть, которую мы будем изучать на этом мастер-классе – это работа с тенью в традиции гекаты, потому что мы в нашей школе уже работали с тенью в методах ритуальной магии, но традиция магии тенью гекаты отличается, она гораздо сильнее, она интереснее, она мощнее, и будет инициация в канал гекаты, и мы с вами… Причем, да, несмотря на то, что будут ученики разных уровней инициаций, это не помешает качеству работы, у каждого будет инициация на своем уровне, но при этом будет единое мощное поле. Вы сможете усиливать свою тень, тень – это то место, где у нас находятся наши бессознательные программы, где присоединяются защиты, и вообще, то есть это такая тема увеличения силы и повышения уровня ее качества. Ну и вообще геката для женщин – это еще всегда просто очень приятный вид магии, потому что пока работаешь в ее техниках становишься… появляется кураж, появляется энергия, и начинаешь чувствовать себя гораздо увереннее, то есть она питает этими качествами, и это еще и просто полезно даже для человеческого состояния. И кроме учебной программы еще будет программа экскурсионная, как я уже сказала, мы поедем в несколько замков, в особые магические места, места силы, мы посетим подземную сталактитовую пещеру, покатаемся в подземном озере, где в том числе проведем ритуал гекаты, потому что пещеры – это места силы гекаты. Мы погуляем по волшебной Праге, у нас будет экскурсия по городу, и, конечно же, мы придем на Карлов мост, загадаем желания, и все наши желания обязательно исполнятся. Приглашаю вас в Прагу! Продолжение следует...